38-я школа города Барнаула. Сегодня ее очередь проходить проверку на школьное питание. Прежде комиссия успела посетить 7 учебных заведений. Серьезных замечаний нет, но есть одна общая проблема. Дети не воспринимают школьную еду. В отличие от домашней, она готовится на пару. Дети потому что не привыкли к такому питанию. Потому что мы дома жарим, солим. Кто-то умер, кто-то любит посолоннее, кто-то... Ну, своя специфика приготовления, да. А здесь школьная столовая придерживается своих нормативов, своих требований каких-то. И, соответственно, дети сталкиваются с тем, что это разная еда. И всего ассортимента школьного меню у детей любовь только к макаронам и сосискам, а также к пюре и котлетам. Как отмечают проверяющие, школьники еще едят и рис, но часто игнорируют рыбу. Не привыкли к ее вкусу, поскольку родители все реже готовят ее дома. Как же изменить ситуацию? Идеи у комиссий немного. Один из вариантов – доносить классным руководителям пользу пари на еды до родителей, чтобы те чаще готовили еду именно таким способом. Сейчас поменялось и отношение комбината школьного питания к школам, да, к организации питания. Намного стали слышать нас, корректировать, если какие-то моменты, где-то что-то у нас случается такое, да. То есть мы вносим свои коррективы, родители вносят свои коррективы в плане подачи, может быть, пищи, в плане там где-то, может быть, каких-то там тепловых качеств, да. То есть как бы вот в этом плане нас слышат. Все участники процесса школьного питания отмечают, что важно в целом формировать у детей культуру питания. А она зависит не только от способа приготовления пищи, но и от оформления обеденных залов, уровня сервировки и подачи блюд. Участники комиссии отмечают, что многие школы в этом смысле стали более продвинутыми, в том числе и 38-я. Добавим, оценить качество, вкус и эстетику школьного питания может сегодня любой родитель. Для этого достаточно подать заявку через сайт школы или лично на участие в родительском контроле. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.